МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стартовал заключенный этап Республиканской Олимпиады по 17-ти школьных предметах. Сегодня означается Международный день театра. А сейчас об этом и иншим больше подробезно. Старшиня Гомельского горвыконка Мапетр Керыченко сегодня провел прием гамельчан, которые вернулись до его подчас так званого марша Недр-Маедов. Нагадаем, в субботу 25-го соковика представники городской улады пропонували собраться в зале ДК Випра для диалога. Однако запрошением скорыстались немногие. Частка грамадзян отримала отказы на свои пытания в той же день. Тих, кто звернулся с особливо складанными проблемами, как обмерковать ситуацию деталево, Петр Керыченко запросил на особистый прием. На сустречу горвыконкам пришли четверых грамадзян, які оказались в тяжкой житевой ситуации. Прием продолжился больше за две годины. За этот час люди огучили свои проблемы и отримали мягчимость их выращить. Ни которым спотребилася допомога у працевладковании у темлику с предоставлением жилья. Инших цікавила мягчимость отримания специальной адресной допомоги и безнаявных субсидий на оплату коммунальных послуг. Так само от грамадзян прагучали скарги на необгрунтованное адмовое организацию приема на працу. Петр Керыченко доручил отказным особам у ближайший час проверить гэтые факты. Указания отримали так само керавники структурных подразделений у горвыконкам, у чьей компетенции знаходилися огученные питания. Я благодарен этим людям, что они пришли по адресу. Потому что на площадях вот эти вопросы, трудоустройство, вопросов там целая уйма была. Их просто нельзя решать там. Площадь или эти митинги, они тоже, конечно, какую-то роль играют, но они свою роль уже выполнили. То есть власть обратила внимание, что у части наших граждан есть проблемы. Там большинство людей никакого отношения к оппозиции на самом деле не имеют. Пришли, чтобы высказать свою боль, чтобы власть их услышала, и главное, им помогла в решении их проблем. Поэтому вот я и сегодня принимал людей, и я готов принимать столько, сколько надо наших людей, не только во время своих официальных приемов. Пожалуйста, обращайтесь. Я, мои заместители, главы администрации, мы готовы решать вопросы. Потому что раз есть у наших граждан проблемы, то органы власти как раз для того и существуют, чтобы помогать те проблемы решать. В Коминской области протягивают нарушивать вытворшие могутности. У красавику плануется открыть птушкафабрику в Ветковском районе с выходом продукции 20 тысяч тонн мяса в год. А так само молочный комплекс в Решинском районе на 600 голодойных остатка. А кроме того, до конца года плануется увести у эксплуатацию 9 новых живелогодовщих помешканев. Это позволит створить на малышно-товарных фермах завершенный цикл вытворчасти молока. Областный комитет Держконтроля проведет горячую линию по пытаниях наведения парадки в лесном фонде. Поведомить про факты безгосподарности в тем лику об стихийных звалках бытовых отходов можно будет завтра. Звонки принимаются по телефону в Гомеле 23 83 71 с 12 до 13 годов. За неполные три месяца этого года на Гомельшине зарегистровано 142 новые выпадки ВИЧ-инфекции. Таким чином, колькость жихоров в области, яке мают таки диагноз, досягнула маль 6 900 человек. Это 40% одагульной колькости ВИЧ-инфицированных, яке проживают в Беларуси. Что пропануют медики и як позбегнуть заражения? Думками специалистов потекавился Олег Сентюров. Статистика свечит. Сегодня основной шлях передачи ВИЧ-инфекции половы, а наибольшь небеспечная группа, люди возросли от 40-х годов. А маль половы тех, кто захворыл, с этой категории. Не то, как они недбайно относились до своего здоровья. По словам медиков, шмат кто в этом возросли. ВИЧ мое минимальное уявление. На сегодняшний день приходят пациенты из сельской местности, которые и слухом не слышали, что такое ВИЧ. Они не знают, с каким диагнозом их сюда направляли и что в них выявили. Поэтому мы уже думали, на дворе уже какой-то 2017 год, много средств массовой информации, интернет и билборды, и, конечно, много литературы. Но народ не знает о том, что такое ВИЧ вообще. Гэта занятки со студентами Гомельского тяжелого медицинского университета плановая. Почас учебы они проходят курс эпидемиологии, у рамках якого особливая увага надается профилактице ВИЧ. Отповедные лекции читаются в областном центре гигиены эпидемиологии и громадского здоровья. Специалисты центра свечат. Сегодня в мерах безопасности ведутся навык не все урачи. До речи, сиротых, кто захворил в этом году, есть один медик и один наставник. При повреждении кожи, не обработанным каким-то медицинским инструментом, где были следы крови, нужно вымыть повреждения с мылом и обработать доступным антисептиком. Это либо перекись водорода, спирт, йод. В принципе, этого достаточно. Если 10 лет тому для лечения ВИЧ на Гомишине использовались только 3 препараты, то сейчас 12. При отповедной терапии ВИЧ-инфицированная живут больше по 20 лет. Тут жмат залежит от своейчасовости постановки диагнозу. Сгодно с действующим законодавством примусить человека сдать анализ на ВИЧ-нельга, а ли вероятно худкое расповсюжение, отрывая новая методика, заснованная на экспресс-тестах, чекается, что в ближайший час они заявятся в свободном продаже в аптеках. Экспресс-тесты на ВИЧ уже иснуют, хоть у нас они покой не вельми распосюджены. Звычайно, ими корыстаются волонтеры. Выник можно доведаться не депрасс 20 хвилин, хоть потом его все равно придется перепроверить в медицинской установе. Далее, кошт такого экспресс-теста – 10 рублей. Ященно мог чемусь позбегнуть захворывание. Так званая постконтактная профилактика, когда на протягу 72 годин после верогоднего небезпечного контакта звернуться в областную инфекционную больницу, тут бесплатно окажут достатково эффективную допомогу. Эта профилактика назначается первые 72 часа после контакта. Тогда она эффективна, выдается бесплатно и принимается лицом в течение 28 дней. Тогда считается, что лицо или человек не может быть инфицирован ВИЧ. Зараз в Беларуси формируется республиканский регистр пациентов за ВИЧ-инфекцией. Правда, пакуль унести у всех хворох не отрывается. И это связано, пеш за все, с недостатковой оснащенностью, кабинетом инфекционных захворываний, компьютерами и проблемами с доступом до сетки интернет. Меж тем, медики закликают Жихаров в области самим больше уваги надавать уластному здоровью, особенно в так званых проблемных районах. В Светлогорске, Жлобине, Октябрьском, но в то же время, с прошлого года, по сравнению с предыдущими годами, достаточно много было зарегистрировано в Мозыре, в Калинковическом районе. По сравнению с другими районами идет значительный рост числа новых случаев в этих районах. Мы проводим в них и так называемый дополнительный скрининг, когда людям, которые обращаются в поликлинику, врачи, особенно настойчиво, предлагают сдать анализ на ВИЧ-инфекцию в том числе. Олег Синтеров, Йоген Макенко, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня у Беларуси стартовал заключенный этап республиканской олимпиады по 17 школьных предметах. На Гомельшине пройдут споборницы по белорусской мове и литературе. У их примутю дел 120 навученцев из всей краины. Плясовкой для проведения олимпиады обраны областный институт развития адукации. На врачистой церемонии открытия побывал Дмитрий Котов. Церемония открытия олимпиады в областном институте развития адукации собрала 250 наученцев средних научальных установок из всех регионов Украины, города Минска, так само Лицея, Белорусского державного университета. У всех, кто трапил на заключенный этап, переможцы районных и областных споборництвов и тому яны мают добрые шансы поспехово выступить на республиканском узроуне. Проведение олимпиад – это добрая махчимость для выявления талиновитых школьников. По словах организаторов, удвоя приемно, что с каждым годом их колькость значно возрастает. И это при том, что и задания становятся больше складанными. Олимпиада – это интересное интеллектуальное споборництво, которое проводится в три туры, где левшие, филологично одоранные учени споборничают в своих ведах по мове и литературе. И нам вельми приемно отзначить, что с каждым годом якость подрыхтовки детей возрастает. И мы гоноримся тем, что наши учени шануют, берегут родное слово и выучают белорусскую мову. Узровень задания у Республиканской Олимпиады значно перевышает школьную программу. Подрыхтовка дает тяжкая и кропотливая праца, якая займает шмот часу. Многие начинали рыхтоваться некольких годов тому. Сирот удельников Республиканской Олимпиады по белорусской мове и литературе и замежные гости. Свои силы поспробуют наученцы из Литвы и Польши. Яны споборничают поза конкурсам. И никаких бонусов у одрознений от белорусских школьников увы, не купю перемоги не отрымают. Для их это просто цикавая подорожа у нашу краину, подчас якого яны познаемятся с мовой и культурой Беларуси. Мы первый раз приехали на эту государственную олимпиаду на Беларусь. У нас там в Польше тоже есть белорусская олимпиада, но не такая она, как бы сказать, великая, как тут. Мне кажется, никогда не можем быть до конца выполнены в своих силах, но все, что было макшимым, мы сделали. Подрыхтовали все лучше, как можно, так что будем ждать добрых выников. Проведение олимпиады организовано на базе областного института развития адукации. Тут школьники до конца тыдня будут жить и споборничать. Увольный час им пропануют экскурсии во установы культуры. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель». Дарай шестене у школьников распочалися весновые каникулы. На Гомельшине ближайшие шесть днен будут працавать оздоровленшие лагеры дзеннага знаходження, які наведують 8,5 тысяч детей. При створенні программы мероприемства на каникулы дорослые уличывали пропановы самих школьников. Чым будут займаться деці на протягу гэтага тыдня, доведалися наши корреспонденты. У Гомельским городским межшкольным центра до призывной подрыхтовки открылся лагер под назвой «Я Патриот». Яго удельниками стали 25 подлетков, які состоять на профилактичному лику. На протягу тыдня я не будуць паборничать у интеллектуальных и спортивных гульнях. Их чекают занятки по основах безпеки житцедейности. Школьников так само познайомять с войсковым бытом, научать збирать и разбирать зброю, стрелять. До речи, у тех, кто добро себя проявит, з'явится махчимость полепшить свою репутацию. В течение недели мы будем смотреть, кто из ребят, у нас бонусная такая акция проходит, кто из ребят самый дисциплинированный, самый активный участник данного проекта. В конце, в субботу на закрытии мы их также награждаем дипломами и ставим, и потом мы пишем ходатайство или в школу, или в ИДН для того, чтобы этих ребят за такое примерное поведение образцовое в каникулярное время и с учета сняли. Наставники поспробовали максимально занять детей корыстными видами деяностей. Это и спорт, и мастацкая, або техничная творчесть и туристичные поездки. Головное – зарабить отпадшинок текавым и запоминальным. Перед каникулами мы рекомендуем, и это организовано в учреждениях образования, проводить такое анкетирование, опросы, где ребят, какие сегодня мероприятия для них наиболее интересны, куда бы они сходили, возможно, в том числе вместе с родителями, может быть, в рамках каких-то межшкольных, межрайонных мероприятий. То есть для того, чтобы сегодня максимально привлечь наших детей, для того, чтобы мероприятия для них были не только интересны, но и полезны. Дмитрий Котов, Максим Савин, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня означается Международный день театра. Профессийное свято было установлено в 1961 году. Что год, и оно проходит под девизом «Театр, как сродок взаиморазумения и умоцования миру по международами». Про то, как сегодня працуют и развиваются театры «Гомельщины» и чем тут готовы издевлять глядача. Репортаж Вероники Ворошилины. Найстарейшим театром «Гомельщины» з'является областный драматичный творчий труп у заслуженного коллектива Республики Беларусь складают признанные майстри сцены. Народные заслуженные артисты краины, а так само молодые актеры, которые поступово пераймают в опыт своих старейших коллег. На базе установы традиционно проходит Международный фестиваль театрального мастатства «Славянские театральные сустречи». Сейчас мы работаем над комедией, которая называется «Спасибо, Марго». Это такая легкая, лирическая комедия. Что-то будет похожее, наверное, на наши спектакли. Мою жену зовут Марис, или незамужняя женщина. И буквально вчера приступил к постановке пьесы Якуба Колоса «Антось Лата». Я надеюсь, к началу мая у нас выйдет этот спектакль, и в конце апреля выйдет комедия «Спасибо, Марго». Самыми потребовальными театральными критиками, як ведомо, з'являются дети. Менавито там у Гомельским державным театры «Лялик» до выбора репертуару подыходит вельми отказно. Кожную будущую постановку старанно анализуют и адаптуют под взрослую аудиторию. Меж тым есть тут спектакли и для дорослых. Самой чаканной премьерой этого сезона станет нашумелый спектакль «Интервью с ведьмами» белорусского державного театра «Лялик», який отбудется в рамках обменных гастролев. Сирот цикавых премьер так само Тим Таллер або «Продаденный смех» для детей середнего школьного взрослого и бурное житё «Лазика» рочваница для дорослых. Уже нету того традиционного кукольного театра, когда ставили в углу ширму, рассаживали детей на стульчики и показывали спектакль. И сегодня всё-таки комплексно мы стараемся заниматься с детьми. И экскурсии проводим, и музей у нас работает. То есть есть к чему приложиться при желании. Есть на Гомельшине театр, який отказывает густ у молодёжной публики. Всё лет он отзначит своё 25-ти годы. Гомельский городский молодёжный театр робит ставку на интеллектуальную, сучасную российскую и замежную драматургию. Тут ставят комедии, мелодрамы, психологичные пьесы и сказки для детей. Зараз в молодёжном театре идёт работа над новой постановкой «Дьюная Миссис Сэвидж». В основе спектакля – медийная пьеса американского драматурга Джона Патрика. Премьера запланована на 28-го красавика, и она промеркована до юбилея актрисы Галины Аншишкина, якая выполняет головную роль. Комедия с элементами детектива. Хотя в ней присутствует всё. Я не хочу раскрывать ни фабулу, ни сюжет. Мы готовимся на события. И мы ставим высокий план. А когда ты её ставишь, ты к ней идёшь. И думаю, что спектакль будет и полезен и для актёров, и интересен для публики. Лиричная и музычная комедия, спектакль для детей, постановки на военную тематику складают репертуар Мазырского драматичного театра имя Мележа. Свою властную историю сучасный коллектив вядет с 1990 года, когда был створенный театр. Межтым, первый драматичный гурток у Мазыры открылся еще в 1913-м. У целом, в последний час на Гомельчине з'явився целых шерах, текавых и талиновитых актёрских работ. Их высоко оценивают же хары близкого и далекого замежа. И они притягивают ледошоу, разных поколений и поглядов. Театры регионы держат высокую профессиональную планку и отыгрывают важную роль в духовно-моральном и культурном развитии нации. Вероника Варашилина, Игорь Марыщенко, телерадио «Кампания Гомель». Мы протягиваем трансляцию нашим эфиры информационной программы «Специальный репортаж». Вы доведаетесь про самые значные и цикавые подеи життя краины. Утымлику от наших минских коллег. Глядите одразу после новинов. Раздруковать орган и навыц творить новое житё – это не навыковая фантастика, а обычные будни в учёных Беларусской академии наук, які укороняют новые технологии, уголовные на прамки сучасной медицины, генетику и фармакологию. Дякуючи навыковым распрацовкам, машины уже могут без допомоги человека зарабить орган, протез, а на ближайшей будущей – навыц операцию. Про то, як просто идея становится инновацией, доведалася корреспондент агентства «Талі новинов» Юлия Грызунт. На этом выпуск завершенный. У студии працавал Александр Гамоля. Добрых вам новинов и до встречи.